Всем привет, мои дорогие друзья! И в сегодняшнем видео, я знаю, это будет долгожданное видео, потому что давно на моем канале не было новых книг, новых покупочек. Не показывала я вам новые свои приобретения, а их уже собралось очень-очень-очень много, потому что некоторые у меня даже еще с лета лежат. И как раз я думаю, что сегодня будет очень насыщенное видео и очень-очень масштабное. Последние у меня были покупки, их было совсем немного, там было 7 книг, а сейчас у меня их целых 16, если я ничего не забыла, потому что я, ой, какая стала забывчивая и очень могу что-то дозабыть. Давайте начнем, поехали! С вашего позволения я начну с книг, которые что-то я покупала еще летом, что-то я покупала уже осенью, но они у меня все в один пункт подойдут, потому что эти книги я все купила на Авито. И на самом деле я сама стала продавать свои книги, потому что книги в очень хорошем качестве, надлежащем виде, но я понимаю, что я их больше не буду читать, а, собственно, зачем они тогда лежат у меня. И вот тоже решила продавать, и пару книг уже продала успешно. Кстати, могу оставить ссылочку, если вдруг вам что-то нравится, тем более с Авито доставкой это получается очень-очень дешево, там только для авторизованных клиентов доставка 0 рублей. Кстати, получилось как реклама, но это не реклама, Авито мне не заплатила. Я просто сама поняла, что это очень удобно и очень выгодно, поэтому решила с вами поделиться. Итак, первый книг, который я заказала на Авито, это, конечно, Стефания Аучи и её льви Сицилии, книгу, которую я уже начала читать, которую я очень хотела, которую мне многие советовали, мои подписчики. И когда я готовила видео про Италию, я уже знала, что это книга про итальянцев, про семью, про братьев, которые в маленьком городке, в общем, сделали свой бизнес и стали там очень-очень влиятельными людьми. Мне такое нравится, я люблю, вы знаете, семейные саги, надеюсь, вам не слышно соседскую собаку. Ну, и, конечно же, я решила её себе приобрести, а она есть такая в магистрали, но мне так захотелось вот именно в этом издании. Это от Тексма, её подгруппа, не знаю, как сказать, такая небольшая Инспирия, и, кстати, у меня от Инспирии теперь много книг, я их полюбила. И вы просто посмотрите на эту обложку, очень красиво, поэтому, естественно, я гонялась за этой книгой, и только после того, как я её уже приобрела, она где-то появилась на Азоне, что ли, её можно было купить. Мне даже писали девушке, что вот, появилась, Даша, ты можешь купить. Я говорю, да я уже на Авито купила. Но я ничуть не пожалела, я, наоборот, сэкономила деньги, и девушке делала приятное, забрала у неё книгу, поэтому я очень сильно довольна. Вторая книга — это «Книжный на левом берегу сена», тоже ту книгу, которую сейчас нигде невозможно найти, ни в каких магазинах ты её не найдёшь. И что нам остаётся делать? Правильно, покупать на Авито, перепокупать у тех людей, которым она не нужна. Но, к сожалению, с этой книгой я немножко подрастроилась, потому что начала читать, и как-то мне она пока что не пошла. Я её оставлю, может быть, даже не осенью прочитаю, хотя она у меня была в планах на осень. Ну, не знаю, посмотрим, в общем. Но факт остаётся фактом, то, что я её приобрела, и она у меня пока что есть, пока у меня полежит на полках, буду с ней думать, что с ней делать дальше. Всё-таки хочу её прочитать, потому что много тоже положительных отзывов на неё видела, и не хочется мне как-то расстраиваться. И ещё одну книгу — «Золотой ребёнок Тосканы» от издательства «Аркадия Рисбоуэнг». Я за ней, я её очень давно хотела, и вот на эти, на две книги, эта книга и, по-моему, «Заботая деревня», в общем, на две какие-то книги никогда не снижали цены на Лабиринте. Я очень ждала, но именно они там стоили 700, там 80, 790, потому что на другие книги, там, они были иногда и по 400 рублей, и по 500 рублей, а эти вот всегда с «Табильником» оставались на одной цене, которые две книги, которые я хотела. И всё, мне надоело ждать, и я решила, думаю, а почему мне не посмотреть на Авито? И вот тоже за очень приятную цену, рублей за 300, я её приобрела, я довольна. В принципе, книга очень-очень хорошая, и кто скажет, новая она или не новая, мне это не так критично, не так важно за ту книгу, которую я хотела, и я её в ближайшее время прочитаю. Эта книга тоже, кстати, про Италию, про девушку, которая после смерти отца, она нашла записку от какой-то женщины, адресованную её отцу, и где эта женщина пишет про какого-то сына, о котором никто не знал. И вот наша главная героиня поехала разбираться и разыскивать своего сводного брата, и вообще, что это была за история. А история начиналась в 1944 году, английский лётчик, когда прыгал с парашюта, приземлился в оккупированной немцем Тоскане, и, по-моему, её как раз итальянка и выходила. Ну, и, скорее всего, там любовная линия, я такое люблю, поэтому очень хочу её прочитать. Далее книга, которую я тоже купила уже давно, тоже, мне кажется, летом, как раз на осень, я её немножко уже проспойлерила. Это Джон Стейнбек и его «К востоку от Эдема». Это вроде тоже что-то из разряда семейный саг, это история, опять же-таки, двух братьев, и каждый ищет свой путь, совершает какие-то ошибки, в общем, мне кажется, будет интересно за этим проследить. Но сам Джон Стейнбек говорил, что это самое масштабное, самое его такое мощное произведение, за которое вот он гордится и которое считается самым-самым любимым и достойным. Даже не «Гроздья гнева», а именно как раз «К востоку от Эдема». Мощная такая книга, 1700 где-то страниц, 700-800 страниц. Очень хочу её начать читать, и вот уже, я думаю, в ближайшее время. Сейчас закончу те, которые я надкусила, книги, и перейду, мне кажется, к Стейнбеку. Далее, после поездки на море, мы как-то поговорили про такого абхазского писателя, как Фазиль Искандер. И я очень много слышала про Искандера, но никогда не читала его произведения. И тут, конечно же, ещё отдыхая, я заказала на лабиринте две его книги. Это Сандро Эсчигема, Фазиль Искандер. Вот такой большой романчик, но он состоит из большого количества маленьких рассказиков. Про некого Сандро из Чигема, и о нём рассказывает его племянник, вот про своего дядю, как он попадал, в какие ситуации, в какие передряги. И это как раз время дореволюционное, вроде революции, как раз большевики, меньшевики. Один главный герой попадает в разные какие-то ситуации, описываются разные сюжеты. Несколько уже рассказиков я прочитала, читается очень интересно, очень легко. Вот именно с абхазским колоритом, поэтому дальше буду читать. Не знаю, не буду захлёб, потому что их можно просто в любое время, там, скучно тебе едешь где-то, оп, взяла там один рассказик, я иногда их в электронном виде читаю. Потому что такую книгу не надо скажешь, ты иногда дома просто присел, почитал, и уже радостно на душе. Интересные истории. И вторую книгу, это «Тринадцатый подвиг Геракла». Вот такую детскую книгу я купила себе. Мне очень понравилось оформление. Это, знаете, из серии... Это издательство «Лабиринт пресс». Вот в таком же издании я читала бабушку Великой Лорион. Но она не у меня, она у бабушки тоже красивая. И вот, представляете, в детскую коллекцию так поставить. Тут и рисунки, тут и изображения. То есть всё очень-очень красиво. И читается очень легко. Но я так поняла, что тут несколько рассказов, которые входили. Я хотела из азбуки купить такую же книгу, только сборник называется «Кролики и удавы». И вот туда как раз входит «Тринадцатый подвиг Геракла». Но всё равно я эту книгу хочу купить, потому что и «Кролики и удавы» хочу. В общем, мне кажется, там чуть-чуть даже поинтереснее были бы рассказы. То есть и туда вот входят детские такие повести школьные. Потому что «Тринадцатый подвиг Геракла» — это у нас рассказывается о мальчике-чике, о их проделках, переделках, как они общались с учителями, как учителя их учили. Ну, в общем, школьные рассказы. Далее, давайте далеко не будем ходить. Это Шотару Ставели. «Витязь в тигровой шкуре». И вот я просто так молниеносно решила её прочитать в сентябре, погрузиться в атмосферу Грузии, причём XII века. И я была очень удивлена, что мне эта книга очень сильно понравилась. Она прям... Ну, о ней буду подробнее рассказывать уже в прочитанном. Скоро буду тоже снимать. Небольшое вроде произведение, поэма величайшего грузинского поэта. Он у них считается, ну, что-то из разряда Александра Сергеевича Пушкина, как у нас. И там вот как раз понимание грузинского менталитета, грузинского народа, их понятия чести, доблести, дружбы, любви. И как такая настольная книга у них. Они и в школе проходят это произведение. То есть я, честно, не знала даже про такое произведение и к своему стыду. Но я очень рада, что я её прочитала. Его сейчас тяжело где найти, но в плане того, что вот только, по-моему, в таком издании, и ещё в твёрдой обложке, но тоже из детской серии, больше его как-то у нас не издают. Далее я приобрела книгу, это Daisy Jones и The Six. И уже много раз рассказывала то, что я смотрела сериал Daisy Jones и The Six, и мне настолько понравилось. И в итоге я узнала, что, оказывается, этот сериал поставлен по книге. Начала смотреть, что за книга, и поняла, что я на неё очень много раз смотрела, даже останавливалась, даже читала аннотацию к ней. И даже она мне приглянулась, но я потом отложила. Это автор Тейлор Дженкинс Рейд, это автор «Семь мужей Эвелин Хьюга». Эту книгу очень часто показывают и на BookTube, и вообще о ней часто можно где увидеть и услышать, а про эту книгу намного меньше. Хотя, мне кажется, книга будет достойной, потому что, ну, сериал сняли, по ней просто отмены. Он мне очень понравился, не буду скрывать. И книгу, она такая, она на самом деле получается малышка. Тут 300 страничек, но она самая маленькая. Допустим, если сравнивать с обычными книгами, она прям малышка. И я думаю, что я её очень быстро прочитаю. Тут, тем более, очень много диалогов, потому что она идёт в виде интервью. У участников группы спрашивают, у каждого поодельности, и вот они рассказывают свои истории. О том, как создалась группа, как они вообще существовали, и почему она распалась, что произошло, что пошло не так. Советую тем, кто любит такую тему, и вообще сериал посмотреть, и книгу почитать очень-очень рекомендую. Далее книги, просто моя любовь, мне так понравились они. Я подсела вообще на эту серию от Эксмо, серию Магистраль. Как я от Кистраницы, так и Магистраль я подсела. Вот такие три книжечки я взяла. Это сборник рассказов «Ночная фиалка» Александра Куприна. Куприна я люблю, но эта книга мне понравилась тем, что тут даже есть иллюстрации. Я первый раз наблюдаю в такой книге, и у Куприна у меня не так много. Лично моего, поэтому я решила себе такой сборничек себе купить. Очень он красивый и эстетичный. Далее, ну тут я больше повелась на обложку, больше повелась на название. Это «Камерная музыка» Джеймса Джойса. Тут его сборник поэзии Джеймса Джойса, который написал Улисс. И потом далее идут пояснения на полкниги. Вот, очень хочу, как раз осенью буду читать. Ну посмотрите, какая обложка, это просто потрясающе. И далее книга «Мадонна в меховом манто». Мне, кстати, её тоже советовали подписчики. Я очень благодарна, когда вы мне что-то советуете. Говорите, вот, почитай, это тебе должно понравиться. Или когда вы говорите, ой, это моя любимая книга, она мне так понравилась. Я обязательно, ну что, по возможности, беру себе на заметку. И также это произошло с «Мадонной меховой манто» Сабахатин Али. Это турецкий писатель. Меня вообще на восток, в общем, куда-то в этом году, в этом, этой осенью потянуло. И решил прочитать. Мы хотели сделать книжный клуб с девочками. Я надеюсь, что у нас получится. И как раз обсудить эту книгу. Надеюсь, что вам не слышна дрель. И она набирает популярность в последнее время. Поэтому очень хочу такой сделать эксперимент. Вот такие три книги. Они очень красивые. Далеко не отходим от книг моей любимой сейчас серии. Это «Яркие страницы» от «Эксмо». Это «Мёртвое море» Жоржа Амаду. Это писатель из Бразилии. Это Жоржа Амаду, это сама Бразилия. И в его произведениях очень ярко выражен колорит страны. Но с него и с этого произведения, с произведения «Мёртвого моря» пошло вообще такой жанр, как магический реализм. И мне вот просто вот как-то в секунду тоже захотелось почитать. Но сейчас на осень я не стала брать эту книгу. Но кто меня знает, может вот так вот решу и начну читать. Очень хочется познакомиться. Но она так красиво у меня стоит на этих полочках. Я просто в восторге. Я обожаю эту серию. Очень хочу ещё побольше собрать её. Надеюсь, что моя мечта осуществится. Далее две мои новиночки от издательства «Фантом Пресс». И это, конечно же, самая жаркая их новиночка от «Шелби Ван Пелл». Необычайно умные создания. История про одинокую женщину, которая работает в океанариуме. И очень умного осьминога, к которому они как-то подружились. Книга об одиночестве, но и о дружбе. Она побила все рейтинги Амазон. Она там очень долгое время была в лидерах. И мне кажется, может и до сих пор она просто книга месяца, книга года. И я очень на неё большую надежду возлагаю. Я думаю, что она мне должна понравиться. И вторая книга «Фантома» — это Мишель Бюсси «Ты никогда не исчезнешь». Женщина, у которой пропадает без вести её любимый и единственный сын. И через какое-то время она встречает мальчика. Уже много лет прошло, как бы этого не может быть. Но просто вылитый её сын. И что это такое может быть Мишель Бюсси? Я ещё не читала. Читала только про маленького принца. Но это был не типичный Мишель Бюсси, как говорят. А это прям детектив-детектив. И мне очень интересно познакомиться с этой книгой. Думаю, что будет интересно. Последние две книги. И это Билли Саммерс Стивена Кинга. Давно собиралась прочитать эту книгу, как она только вышла. Очень много у блогеров смотрело на неё рецензии. И говорили, что из нового Кинга это такое сильное произведение. Это одно из любимых. И у Юли Букцерам и Алуа тоже рассказывала, что ей очень эта книга понравилась. Я, может быть, не так много читала старого Кинга, а нового Кинга я вообще не знаю. Я не читала ещё его новые романы. Поэтому хочу познакомиться с этим. И опять же, что мне нравится, тут больше психологизма и психологический такой триллер. Больше идёт про человека и про его отношение к жизни, к работе, а не ужасы и вот эта вот мистика. Но я думаю, что очень будет интересно. И как раз думаю, на конец октября взять его почитать. И последняя книга это издательство Клевер и его серия Трендбукс. Это шестое чувство Даны Делон. Даны Делон я читала Артур Луи и Адель. А это другая книга, и она меня взяла обложкой. Ну, просто это подарочное издание, очень красивое. Посмотрите, какие тут форзацы. Просто невероятная красота, и меня этим очень легко купить. Вообще, люблю почитать книги из серии Трендбукс, такие для расслабления. А Дана Делон ещё пишет про Париж. Париж. И когда никак не осенью читать и романтизировать Париж. Поэтому тоже собираюсь её читать, тоже она у меня была в планах. Надеюсь, что она мне понравится. А на этом, мои дорогие друзья, мои новые книжные покупки подошли к концу. Напишите, пожалуйста, в комментариях, какие книги приобрели в последнее время вы, что вам понравилось из моей такой подборки. Я всех очень сильно люблю, и пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok